Люди, дорогие, вот что вы думаете у нас за музыка сейчас в эфире? Конечно, это шансон, а шансон это хорошая песня, и люди к нам приходят ровно такие же, исключительно хорошие. Сегодня на огонек в студию утреннего шансона заглянул прекрасный человек. Кстати, если вы хотите посмотреть, у нас здесь камера установлена в студии. Олег Рудаков, это активист иркутского белорусского клуба Крывичи, а еще он инициатор белорусского движения. Олег, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, как-то было понятно, да, более-менее, а вот концовочку интересно было услышать. Олег Васильевич, как ваши дела? Да, можно просто Олег. Спасибо большое, так будет гораздо проще. Ну, как дела, как настроение, как проснулись? Ну, отличное настроение, отличные дела, я всегда очень рано просыпаюсь, и у меня всегда утром бодрый такой настрой, как правило, очень много планов на день. И желание его творить, делать, вот так что, у меня всегда утром хорошее. А вы ранняя пташка? Да, я ранняя пташка, несмотря на то, что на самом деле и ложусь поздно, то есть я обычно раньше 12, и не ложусь спать, но и позже с 7 не встаю. То есть сегодня, допустим, в 6 утра я проснулся, и все, мне уже хотелось что-то делать. Ничего себе, какой вы активный человек. Скажите, это отличительная черта белорусов, или именно вы такой уникальный человек? Вот, вы знаете, вы первый человек за всю мою белорусскую деятельность за 20 с лишним лет, который задает именно такой вопрос. Удивительно даже, что вы такое задали. Где вы нашли? Вы на самом деле... Да, то есть как вот человек привык. Я так привык работать. Здорово, это приятно. Ну и давайте к вашему внешнему виду. Очень приятно за вами наблюдать. Во-первых, вы пришли в шляпе, в шикарной. Это... Брыль. Брыль. Да, это соломенный головной убор из соломы сделан. Белорусы вообще почитали солому всегда. И если, допустим, иностранцы приезжают в Россию и покупают в основном русские матрешки, да, вот как бы, ну, такой бренд сложился, то если иностранцы приезжают в Беларусь, то они покупают, как правило, изделия из соломы. Солома это вообще береговое такое существо, как бы, и очень много делается из соломы различных птушек оберегов, различных там звоночков оберегов, и каждый этот символ что-то обозначает. Ну и, конечно же, головной убор из соломы очень приятный для того, чтобы, допустим, летом жарко, солнце светит, одел соломенную шляпу и уже хорошо. То есть я люблю ходить даже так просто по городу, вне национальной одежды, ну, кого-нибудь там футболочку одел, соломенную шляпу одел, все и пошел, нормально. Вот, поэтому, ну, эта соломенная шляпа называется по-белорусски брыль, и это чисто только мужской головной убор, кстати говоря. Вот когда-то в 19 веке появилась мода в Санкт-Петербурге, носили соломенные шляпки женщины, да, то есть таки одевали. Вот, но это, к сожалению, уже пошло, как бы, ну, как-то перенимается мода, и совершенно по-другому как-то влияет. Национальный убор, это все-таки мужской, считается. А тогда же женщины в чем ходят, простите? А, женщины у нас ходят, белорусы, допустим, если это девушка, то она ходит в намитке, вот, или скинде, скинда называется, то есть она вышитая, значит, вот на лбу вышитая, очень такая, как бы, белая полоса, и здесь сзади она завязывается, вот, и макушка при этом не покрытая, вот. А у женщин замужних должна быть уже, волосы должны быть покрытые, то есть намитка такая заворачивается, и уже она, как бы, с покрытой такой головой. Как говорится, пока ты молода, можешь смело схлопотать тепловой или солнечную, да. Ну, а коли ты дама замужняя, нужно поберечься. Да, конечно. Молодая оклемается быстро, ничего, ничего страшного в этом не будет. Так, далее переходим, описываем дальше наряд. У вас такая расписна рубаха, длинная причем. Да, это рубаха, называется кашуля по-белорусски, да, то есть это рубаха национальная. Здесь также у мужчин вышивка, вот, существует у меня на груди вышивка, на манжетах вышивка, и внизу вышивка, да. Вот, у девушек тоже кашуля, она еще длиннее кашуля, получается, женская, но и у женщин вышивается на плечевых вставках. Причем можно начинать там от плеча, и до самого вот манжетов все может быть вышито. И чем больше здесь вышито, тем считается, что, ну, девушка, значит, она сама себе же вышивает, как правило, то есть она, значит, хозяйственная, да, молодец такая, вот, умеет такие вышивать узоры, прекрасно. Опять же, орнамент всегда что-то символизирует, то есть это не просто какие-то случайные. В белорусской традиции сохранились орнаменты, которые имеют определенные символы и значения. Вот у меня, допустим, кашуля, она вышитая, здесь зорочки присутствуют, зорка – это символ человека, который стремится к справедливости, к совести. Вот здесь такой орнамент, посыл, посыл такого, вот, и чтобы было крепкое здоровье. Вот у меня такая рубаха вышитая. А цвета что выражают? А, цвета, значит, вообще у белорусов одно из таких понятий отличительных моментов, что белорусы, да, слово белые, да, значит, у них белые одежды, как правило. Точнее, не как правило, это уж точно, национальная одежда белорусская – это белая. Вот, и на этой белой одежде она вышивается красными нитками. Почему именно красными нитками? Потому что красная – это символ крови, вот, а белая – это жизнь, да, и получается, что вот, как бы, кровь, это на белом фоне, это вот та самая жизнь человека, которая поживает. Вот, и первые оберегия как раз были такими, что вот наши предки, есть такие исследования, и, значит, что вообще носили только белые, какие-то белые полоски делали, вот, просто отдельные полоски. Потом уже получились какие-то геометрические фигуры, ромбики, квадратики, там, зорочки, ну и так далее и тому подобное. Здорово, слушайте, ну, во-первых, это очень интересно наблюдать со стороны, надо вам сказать, да, когда вы зашли в шляпе, у нас тут соседи наши, автородички, они прям порадовались. А скажите, по улице часто ли приходится в национальной одежде? Да, я часто хожу по улице в национальной одежде, и если я, допустим, вот, когда 20 лет назад начинал белорусское движение, был один из таких, скажем так, уникальных людей, которые ходили в национальной одежде, вот, иногда мне приглашали, допустим, там, на встречу со студентами в Иркутский госуниверситет или еще куда-нибудь в школу, и я сразу одеваю из дому эту одежду, потому что я не люблю переодеваться где-то там, потому что, не знаю, есть условия, нет условий, да и вообще как-то неудобно, там, с собой нести какую-то одежду, там, что-то переодеваться, вот, сразу оделся и пошел. Вот, и когда однажды, вот, помню, не так давно пришел к нас с студентом в Иркутский госуниверситет, они все так на меня смотрели, потом говорят, а как вы по улице-то шли? Я говорю, ну, вы знаете, вот хиппи ходят, да, вот там всякие, ну, сейчас их мало, конечно, но вот раньше ходили там всякие бороны там со своим стильным, я говорю, ну, да, да, знаем, ну, вот это в два раза круче. А как народ реагирует на улицу, подходят, улыбаются? По-разному, на самом деле, раньше, вот раньше, как раз, больше удивления было, даже какие-то шарахания, какие-то такие, ну, кто-то улыбался, конечно. Чур меня, чур. Да, да, кто-то так смотрел, что такое, откуда взялся. Вот, сейчас, в основном, я смотрю, доброжелательно относятся, вот, большинство, 90% люди доброжелательно относятся, ну, а 10% вообще не замечают. Ну, как бы идет, идет человек, ну, и ладно, Боже мой. Пусть себе идет. Пусть себе идет, да. А скажите, узнают ли именно белорусские наряды? А вот как раз нет, да, вот как раз я иногда, ну, сейчас вот как-то в последнее время перестали так называть. Вот раньше буквально я шел по улице национальной одежды, и кто, как меня только не называл, говорит, о, там, ну, как минимум, там, украинец, да, там, или там, сербы какие-то, даже Дина с Мордвином каким-то называют. Почему, не понимаю. То есть, люди, конечно, в этом отношении немножечко не знают национальных одежек. К сожалению, мы на сегодняшний день отошли от этого, да, и за редким исключением можно увидеть людей национальной одежде и понять, кто они и откуда. Вот, ну, а, конечно же, тем более определить белоруса вот в национальной одежде, это тоже сложно для аркутян. Надо сказать, хоть признаков, да, национальную одежду различных национальностей наши аркутяне не знают, но вот название, они молодцы, да, конечно, Мордвина, это сильно. Олег, здесь все понятно. Вы родом из Белоруссии, предки у вас явно где-то там жили-были. Да, коренной Белорусс. А родились вы где? Родился я тоже в Белоруссии, в Витебской области, Полоцкий район, в деревне Бездедовичи, вот есть такая деревня замечательная, там дедов не было, одни бабушки. А как же, каким ветром вас сюда, в Сибирь-то, матушку занесло? О, ну, это долгая история, на самом деле, то есть я уже большую часть своей жизни прожил в Сибири, а на самом деле все очень просто. Я закончил школу, поехал поступать в военное училище, закончил военное училище и был распределен сюда, в Иркутскую область. Ну, практически по принуждению, да? Да, в общем-то, по принуждению. Самое интересное, удивительное, что я когда-то в детстве, давным-давно смотрел фильм про Байкал, там еще Наташа Белохвостикова снималась. И этот был фильм, меня очень сильно удивил, удивил сам Байкал. Я вот не помню, там уже про что это был фильм, на самом деле, про ученых там что-то делали около Байкала. Но сам Байкал меня в съемке удивили, впечатлили. И я подумал еще в детстве, да, ну это же... И на карте посмотрел, где это находится, и подумал, ну туда-то я уж точно не доберусь, это так далеко. И вот судьба забросила. И сейчас большую свою часть жизни я прожил около Байкала. Вот удивительно, да? И вообще в моей жизни бывали такие многие моменты, когда думаешь, ну нет, ну вот это, наверное, со мной уж точно не случится. И раз, это случается. Скажите, пожалуйста, ну а думали ли вы когда-то, что станете инициатором образования вот именно такого белорусского движения где-то в Сибири? Или это тоже как-то внезапно и спонтанно произошло? Ну, изначально, конечно, когда я сюда приехал в Иркутскую область, я об этом не думал, хотя на самом деле, когда еще учился в военном училище, я уже тогда тяготел к белорусскому какому-то такому... Я старался объединить там курсантов наших, там еще кого-то там как-то... Белорус, иди сюда. Да, 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 да. Ну, очень трудно было, кстати. Украинцы быстрее объединяются в этом отношении. Белорусы более консервативны, у них присущ такой характер, домашний консерватизм. То есть он сидит, он знает, что он белорус, но он сидит дома. Сидит и радуется. Да, и вот я вот, я знаю, что белорус, ну и никому не скажу. И вот на улице, если вы спрошите, ты белорус? Не. А вот другие народы как-то не более, скажем так, себя проявляют в этом отношении. Ну, а когда я приехал сюда уже в Иркутск, и сначала, когда я служил офицером, конечно, тоже было не до этого, собственно говоря. Ну, а потом, когда уже уволился с армии, я случайно совершенно попал. Но, может быть, опять же не случайно, потому что я написал письмо. Была просто публикация в газете «Литература и мастерства», в белорусской газете, которую я выписывал. И там была какая-то интересная полемика. Я решил написать свой отзыв на эту полемику. Ну, написал и забыл. А через два месяца приходит ответ, что, оказывается, мой отзыв был интересен, его опубликовали, и приглашают в редакцию газеты «Литература и мастерства», если я буду когда-то в Минске, чтобы я приехал и посетил эту газету. Ну, я приехал в отпуск, пошел в эту редакцию газеты, начали там разговаривать, я говорил на чисто белорусском языке, редакторов это удивило, и они, что я из Сибири приехал на чисто белорусском языке разговаривали. И они меня приглашили на съезд товариства белорусской мовы. И на этом съезде я уже там, как говорится, тоже выступил со своими впечатлениями, и там было очень много интересных знакомств. И вот этот съезд меня подтолкнул здесь, в Иркутск, приехать и как-то начать искать белорусов, и создать некое такое отделение товариства белорусской мовы. Но мы потом уже поняли, что отделение товариства белорусской мовы, наверное, не имеет смысла создавать, и решили создать просто отдельную организацию белорусскую какую-то, чтобы именно объединять земляков и стремиться изучать и белорусский язык, и белорусскую традицию, и белорусскую культуру в широком смысле этого слова. То есть вот так у нас постепенно, как бы, меня это подтолкнуло. Это все произошло в 95-м году. И с 95-го года я каждый день практически что-то делаю именно на пользу белорусской культуры. То есть вот каждый день у меня вот просыпаюсь с мыслью, что же я еще не сделал, что нужно сделать. Ну а вообще, расскажите немножко про Кривичи. Что вы делаете, чем вы занимаетесь? Есть ли у вас какая-то база, да, или вы просто тайный клуб по телефонным звонкам? Да нет, конечно уж не тайный клуб. Наоборот, мой клуб очень открытый. И, кстати, я хочу сказать, что в наш клуб может вступить любой человек, независимо от национальности. Мы приветствуем, мы рады каждому человеку, которому просто интересно изучать белорусскую культуру, белорусскую традицию, белорусские праздники, белорусские песни, белорусские танцы. Вот белорусский язык, в конце концов. И на самом деле таких очень много. То есть к нам в клуб приходят люди, не обязательно, которые, ну, конечно же, приходят, кто и знает, что у него есть корни белорусские. А есть, которые совершенно вот как бы и не знают, и сомневаются в этом, или уж точно знают, что это не белорусские корни. Но им просто интересна наша деятельность. А наша деятельность действительно в свою роду, ну, уникальная, своеобразная. Потому что мы занимаемся и танцами бытовыми, то есть мы возрождаем старинные белорусские танцы. Я люблю, я могу любого человека научить танцевать, там, краковяк, польку, продыспань, там, маразулю, танец очень такой интересный, популярный белорусский, вот, и так далее. То есть у нас есть секция аутентичного пения, то есть у нас занимаются, тоже у нас есть очень замечательная воля, руководитель нашего ансамбля, которая собрала, вот, как раз девчат сначала, потом уже и парни добавились. И мы поем старинные белорусские песни, то есть без музыкального сопровождения, так, как делали наши предки. Наши же предки раньше пели без всяких там сопровождающих инструментов, гармония уже появилась позже. Ну, были, конечно, инструменты, там, дуда, цимбалы, но это было как бы отдельно игралось. А вот песни, обрядовые особенно на праздниках, они пелись только акапельно и без музыкального сопровождения. Вот воля создала такой ансамбль, и мы в этом ансамбле занимаемся. Я сам уже тоже распелся, хотя никогда не думал, что буду петь. Вот, ну, с удовольствием пою старинные песни. Вот, у нас также есть мастерская, белорусская хата, где мы занимаемся, у нас есть станок кростный, где мы такие старинные рушники. У нас есть, опять же, мастера, которые делают изделия из соломы, различные обереги и, ну, и так далее. И даже такие вазы какие-то очень красивые, цветы красивые очень делают из соломы. Вот, у нас есть люди, которые вышивают, безусловно, то есть, вот, костюм мой, это все сделано своими руками здесь, в Иркутске, нашими мастерами. Я, к сожалению, сам ничего руками не делаю в этом отношении, не мастер. Вот, но у нас есть девчата, есть парни, которые занимаются, и они рукодельничают. Вот, то есть, поэтому у нас очень интересный коллектив, и я всех вас приглашаю, мы принимаем и вас с удовольствием. Так что приходите к нам в коллектив, вот, будем петь, плясать, организовываем праздники, очень яркие праздники. Купали, одно из самых ярких таких праздников. Всю ночь идет интерактив, всю ночь мы что-то делаем, да, там, прыжки через огонь, хороводы, игры, танцы. Очень большая, хорошая программа, там, ищем папа и цветок, ну и так далее. То есть, это надо увидеть. Мы, я думаю, будем проводиться сегодня, как минимум, до 10 утра, друзья. Надеюсь, что Олег нас пением порадует. Второе, может быть, вне эфира покажете нам пару по спляшам, в конце концов. Ну и немножечко сумейте нас приобщить к белорусской культуре. Ну, а там, глядишь, мы к вам пристрастимся. Обязательно пристрастимся, я уверен в этом. Сейчас нам нужно пристраститься к рекламному блоку, ну, а потом вернемся вновь и продолжим диалог. Надеюсь, новый день вы начинаете вместе с нами на календаре. Среда, 12 июля, год 2017, 9.30 в Иркутске. Мы продолжаем наш утренний эфир. Напоминаем, у нас в гостях Олег Рудаков, не руководитель, да? Ну, и активист сейчас уже, да. Раньше был руководителем белорусского движения, но сейчас я уступил место молодым, вот. Сейчас у нас есть достаточно хорошие, продвинутые молодежь, вот. А я сейчас занимаюсь больше этнографическими исследованиями и, конечно же, вот именно организовываю белорусские праздники здесь. Олег, а много ли молодежи в вашем обществе? У нас молодежи очень много. На самом деле, вот как раз то, что мы делаем в белорусские обрядовые праздники, не просто как-то какое-то застолье, да, а мы проводим в основном на интерактиве. У нас, как правило, не бывает зрителей. У нас, как все, как правило, включаются в процесс. Вот, допустим, то же самое купальне, на купальскую ночь, то есть все обязательно должны, там, мы создаем такой антураж, что все призываем, чтобы все перепрыгнули через костер, да, в парах, чтобы все водили хороводы, чтобы все играли в танцы какие-то. Эти танцы, они очень простые для обучения, на самом деле, то есть ничего там сложного нет, там, не нужно делать растяжки какие-то, хореографические, там, кукурки через голову, там, или еще что-то. Но когда все вместе это делают, да, там, какие-то притопы, прихлопы, вот, это очень красиво смотрится, и люди вовлекаются в процесс, и они, конечно же, им это интересно. И поэтому наша молодежь, которая, на самом деле, очень много молодежи, которая приезжает к нам на праздники, иногда они не являются активистами нашего клуба, они просто приезжают на праздники, потому что им это интересно, именно сами праздники, вот. Но есть у нас актив, который, конечно же, готовит эти праздники, и, допустим, те же самые коляды зимой, то есть у нас там уже выездная такая бригада, мы, как правило, сейчас в последнее время практикуем, что мы едем в какую-нибудь деревню и колядуем, вот. И там у нас есть персонажи определенные, там есть у нас дед, коза, механоша, медведь, волк, вот, вражбитка и многие другие персонажи, которые каждый из собой что-то символизирует, и каждый персонаж должен обязательно готовиться, да, то есть у него свой образ. И, кстати говоря, белорусы раньше говорили, что нельзя, вот если ты колядную маску надел, то ты уже не, там, не Олег Рудаков, а если я, допустим, в образе деда, то иначе я дед, и меня нельзя узнать. И раньше белорусы это очень хорошо отслеживали. Мы однажды пришли в гости к одному мужчине, у него был юбилей, его родственники нас позвали, как раз в колядный цикл, вот, у него был юбилей, и его родственники позвали, но он сам об этом не знал. И мы, он в ресторане отмечал свой юбилей, значит, мы приходим с колядным блоком, начинаем колядовать, он все в меня смотрится, смотрится, а у меня борода такая, тут мегерка, головной убор такой, такая, значит, свита такая длинная, все, то есть, как бы замаскированный весь, вот. А потом он меня вдруг узнает, говорит, о, так это ж Олег Рудаков начинает так, а я говорю, нет, нет, это я, скажу, дед, какие Олег Рудаков? Кто такие Олег Рудаков? Не ведаю, такие, я дед, дед. Вот, то есть, нельзя было узнавать человека даже, если ты, ну, то есть, раньше по традиции, вот. А потому что человек, когда надевает маску, он как бы берет на себя функции вот именно этого персонажа. Если это коза, то это символ здоровья и плодородия. Если на кого-то в колядный цикл боднет или легнет, значит, тот здоровье весь год будет, да, так, ну, верили наши предки в это. Кстати говоря, бабушка моя тоже говорила, вот придут колядовщики, а мне спина болит, а я кажу козе, ну, лягни мне вот, вот, о, спину, вот. Она мне лягнет, и все, перестает болеть. Я кажу, что вообще перестает, говорит, не, ну, потом, праздник месяц снова заболеть. Ну, а лишь месяц не болит, вот, то есть, вот так вот. То есть, главное было верить в это, и на самом деле, действительно, это помогало. Вот, ну, и многое другое. То есть, каждый персонаж что-то собой символизирует, поэтому нужно готовиться к этому, и наши активисты с удовольствием берут на себя эти роли, изучая, при этом мы, конечно же, говорим всегда на белорусском языке, мы поем белорусские песни, мы изучаем белорусские танцы, и поэтому люди вовлекаются в этот процесс, им это интересно. А скажите, интересно, какой самый любимый ваш праздник из национальных белорусских? Вот что вы ждете, ждете в течение года, просто потирая руки с нетерпением? Нет, вы знаете, и я как раз, и как историк-этнограф, который изучаю эти праздники, то есть, у меня уже есть очень много работ по этому поводу, и они уже опубликованы, и на основе моих работ уже проводят многие другие диаспоры в других городах белорусских, вот, и, кстати говоря, не только белорусы уже проводят, то же самое купали, уже тиражируются, и у нас в Иркутске уже кто только не проводит, то купали, то есть, оно уже как бы расширилось. Вот, и для меня, на самом деле, любимых таких вот праздников, что вот самый любимый, наверное, даже нет. Каждый месяц есть интересный праздник. Вот, допустим, в январе это, конечно же, Каляды, в феврале это Громницы, в марте это Гуканье Весны, в апреле это Камоедица, вот. Ну, в мае мы, как правило, никакого праздника не проводим, хотя надо проводить похование стролы, но мы его иногда раньше проводили, но сейчас как-то уже стали проводить в мае международный фестиваль, белорусский кермаш, и на него мы приглашаем артистов из Минска, поэтому, как бы, задействованы в этом отношении. Вот, в июне это Купалья, июль-август мы, как бы, пропускаем, как правило, это период отпусков, и я занимаюсь этнографическими экспедициями в эти месяцы, как правило, езжу по белорусским деревням, основанными белорусскими переселенцами, вот, и там, как раз, черпаю все эти знания оттуда, от этих старожил, от этих бабушек, от этих дедушек, которые мне рассказывают очень много удивительных историй, и в том числе, как они раньше проводили праздники. Ну, то бишь, вы и частый гость на родине. Нет, я езжу в этнографические экспедиции по Иркутской области. Серьезно? Я-то думала, что вы в Беларусь? Нет, 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 я... В Беларуси там хватает и без меня историков, исследователей, и сноографов. Интересно. Да, а здесь у нас, в Сибири, очень много есть деревень, которые были основаны белорусскими переселенцами, еще в Столыпинскую реформу, то есть с 1902 по 1912 год. За эти 10 лет в одном таком Тулунском районе есть архивные сведения, что из 157 деревень, основанных в этот промежуток времени, 124 деревни были основаны белорусскими переселенцами. Представляете? То есть большинство деревень. И вообще считается, что вот в Сибирь по Столыпинской реформе всего от Уральских гор до Байкала переселилось 3 миллиона человек. Полтора миллиона человек это были белорусы. Вот, то есть именно вот они поддержали как бы Столыпинскую реформу, потому что в Беларуси было очень много семей в те времена, многодетных семей, да, а земли было мало, и поэтому они ехали в Сибирь за землей. То есть вот таким образом эти деревни сохранились до сих пор. Практически каждый второй у нас здесь немножко с белорусской кровью. Ну, если не каждый второй, то уж каждый третий точно, да. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки что, так сказать, толкает людей на то, чтобы прийти в ваш клуб, да? То есть это просто, это желание познакомиться с культурой родины своей, или, быть может, кровь играет, вот не хватает чего-то в Иркутске, да? К своим дядям. И не хочется, да, вот к своим. Да, кстати говоря, вот люди, которые постарше, вот которым, скажем так, за 35 и выше, да, у них в основном играет ностальгия. То есть они начинают, даже если они родились в Сибири, но они начинают почему-то вспоминать, ну, может быть, это связано с тем, что родители начинают умирать уже к этому возрасту и так далее, бабушки, дедушки уходят, им немножко становится жаль. И они начинают стремиться изучить свои корни. Они стремятся, они, каждое слово, которое говорилось в их семье, там, допустим, сарай называли пуня, да? И все, когда они приходят ко мне и говорят там, вот у нас там, я говорю, ну, начинаем разговор, говорят, что вот пуня по-белорусски, ой, ой, мне так бабушка говорила. Все, для них это уже такая ностальгия, для них это уже такая приятная ассоциация. И, конечно же, очень многие, вот именно люди постарше, они приходят именно за ностальгией. Узнать о своих корнях, узнать о своей истории, узнать о своем народе побольше, о своей культуре, о своей традиции. А вот молодежь, конечно же, она более такая активна, и им интересно не столько узнать корни, хотя много есть, и тоже интересуется на самом деле. Я знаю очень много молодых людей, которые и парни, и девушки, которые копают свои родословные, копают свои истории, и я им помогаю в этом, и достаточно больших успехов достигаю. До которого колено удается? Многие копают очень глубоко. У нас даже есть такая одна девушка, Анна Петрусь, значит, она, в общем-то, докопалась до того, что собрала съезд своей родни в одной из своей родовой деревни. То есть в этой деревне осталась только одна семья из их нового рода, а все расселились по всей необъятной, скажем так, России, и даже дальше за рубеж уехали. Вот она собрала всех. То есть там собралось что-то около, больше ста человек собралось. Многие родственники первый раз друг друга увидели. Все думали, а это кто такая? Вот и познакомились. Да, да, я был на этом как раз мероприятии. Я смотрел, как они друг другу знакомятся. А это ж вот у нас там двоюродная сестра, там этого, там, или кого-то там, это ж там бабы, мани, там, или еще кого-нибудь, там, и так далее и тому подобное. Вот, поэтому есть очень много таких положительных примеров. Но все-таки молодежь притягивает, наверное, в большей степени, это как раз вот этот интерактив, и притягивает узнать о белорусской традиции вот именно в таком вот активном, да, то есть вот как бы попрыгать через костер, там, поводить хороводы, изучить какие-то танцы. Вот мы ведем, у нас секции есть бытового танца. Раньше мы думали, что, ну ладно, мы хорошо. Вот мы вообще, как мы к этому пришли? То есть вот мы начали проводить, первое наше мероприятие было еще в 96-м году, это купальня, купальская ночь, вот первое мероприятие. Мы в 95-м году начали организовываться как сообщество белорусское. Белорусский клуб «Кривич» у нас возник в 97-м году, кстати говоря, в январе, и у нас в этом году 20 лет нам, кстати. Вот. И вот на первый наш праздник, на первое наше мероприятие мы пришли, купали, и что делать? Вот на празднике как бы прийти в джинсах как-то неинтересно. Значит, мы поняли, что нам нужно шить национальные костюмы, нам нужно шить рубахи. А кто будет их шить? У нас появились мастера, которые этим начали заниматься потихонечку, изучали, изучали, и сейчас они достигли совершенства уже в этом. То есть мы шьем очень красивые национальные одежды. Вот. Потом мы поняли, что, ну хорошо, в национальных одеждах пришли, а что танцевать на этом празднике? Буги-буги какие-то, там шейк, неинтересно. Значит, надо изучать белорусские бытовые танцы старинные. Вот. Опять же, что петь на этих мероприятиях? Старинные песни белорусские. Вот. Поэтому вот так вот у нас и пошла эта деятельность. Постепенно, постепенно обрастали новыми специалистами, новыми людьми, и уже перешли к такому клубу, который вид принял. В данное время 20 лет юбилея практически. Мы вас поздравляем, конечно же, с этим праздником. Да, надеемся, что еще долгие-долгие года будет существовать этот клуб в городе Иркутске, и будет только шириться и разрастаться. Хочется все-таки, да, мне назвать как-то вас руководителем? Да, назовите как-то. Руководителем. Главное, белорусом назовите, не мордвином. Ну, это да. Тут-то перепутать сложно. Инициатор, организатор, создатель белорусского движения Кривича, у нас сегодня в гостях, рассказывает немножко о своих коллегах, о своем увлечении и о своей... Но это же, получается, основной вид работы вашей? Ну, конечно же, нет. Это мое увлечение, это мое хобби, да. Хотя я каждый день, как вам говорил уже ранее, что каждый день я занимаюсь белорусской темой, но тем не менее я этим не зарабатываю на жизнь. Я тут только трачу деньги свои, которые заработал где-то еще. Поэтому, да, приходится работать, ходить на работу иногда. Я уже думала, что вся ваша деятельность связана исключительно с белорусами. Ну, нет, к сожалению, вот это мое культурное движение, культурно-просветительское, скажем так, это мое, как бы, ну, уже увлечение, и которое переросло... С одной стороны, я это делаю профессионально достаточно, да, то есть я уже достиг определенного профессионального уровня в этом вопросе. Я знаю белорусские традиции, никто лучше меня здесь их не знает в Иркутске, да вообще в России мало таких найдешь, на самом деле, не хвастаясь, могу сказать, потому что действительно обращаются ко мне по этому поводу. Вот, но с другой стороны, как бы, это не кормит, конечно же, то есть это все-таки увлечение, которое необходимо, ну, поддерживать именно на общественных началах. Олег, скажите, обладая таким количеством информации о своих братьях белорус, ну, как своих наших, тут выясняется, что и у меня есть корни, и у Аркаши где-то там вдалеке, скажите, если, может быть... С Аркашей еще разберемся, да. Да, в ней идем обязательно. А с вами уже разобрались, да. Скажите, есть ли какая-то традиция, может быть, присказка, которая у вас всегда возникает в голове, достаточно часто связана со своими предками, корнями, и вы ее потихонечку пытаетесь применять в жизнь. Может быть, это какая-то поговорочка, которая в трудные минуты помогает настроение себе улучшить. Может быть, наоборот, когда вам весело и здорово, вы это вспоминаете и так улыбаясь, да, да, еще бабушка мне вот это говорила. Ну, вы знаете, вот как бы про бабушку можно про мою много что говорить на самом деле, то есть она уникальный была тоже человек, и много мне рассказывал про традиции. Более того, я хочу сказать, что вот мое увлечение белорусской этой темой, оно, наверное, возникло еще, когда я учился в седьмом классе. После того, как я закончил седьмой класс, мне впервые разрешили остаться на всю Купальскую ночь. У нас в Белоруссии даже в советское время Купальская ночь, она проводилась во всех деревнях. Это была такая как бы традиция из поколения в поколение, которая, ну, вот сама по себе сложилась, и никто, собственно говоря, уже не мог что-то сделать по-другому, да. Вот. И когда после седьмого класса мне разрешили остаться на Купальскую ночь, на всю Купальскую ночь, я понял, что я стал взрослым. Это была для меня отметина такая, что да, я стал взрослым. То есть даже один? И родителей поблизости не было? Да, да. Ничего себе. Родители как раз остались дома, молодежь там праздновала, купали у нас. И вот на этот Купаль я пришел с магнитофоном, у меня был магнитофон кассетный. Я первый парень был в деревню, потому что я первый бы купил кассетный магнитофон. Тогда еще не было кассетных магнитофонов, были бобины. Да никаких не было. Не, ну, бобины были уже такие, бобины большие, но их было носить тяжело. А это был кассетный такой, переносной. И я там каких-то итальянцев записал, там еще бунем, там что-то. Ну, еще, короче, современную музыку, потому что сейчас приду на костер, там будет очень много молодежи, я включу магнитофон, буду там вот зажигать. Вот, пришел с этим магнитофоном, а там был один дед там, сосед, значит. И дед на меня, ну, говорит, выключи свою шарманку тут. Я такой думаю, боже мой, что такое, что не понимает этот дед старый, это все. И в это время как раз мы зажгли костер, вот, когда вот солнце уже садилось, и соседние бабушки начали петь песни старинные, купальские. И вот тогда, даже будучи молодым парнем, который, собственно говоря, думал, что никогда уж не увлекался аутентичным фольклером, уж точно, да. Вот, но тогда я услышал этих бабушек, и тогда они меня поразили. То есть вот эти вот бабушки, которые еле-еле ходили там с клюкой, там с киечком, идут там, и тут вдруг они возле костра сидят и запели старинные такие песни, и так громко, и так красиво, что я поразился. И вот я тогда жалел, у меня был микрофон, на самом деле, у меня был микрофон, который можно было записать эти песни, но я их не записал. И вот после этого я все время жалел. И сейчас, когда езжу в этнографические экспедиции, я стараюсь это, может быть, наверстать, я сейчас записываю других бабушек, которые у нас здесь и в Иркутской области есть, в белорусских деревнях. И я как раз вот, для меня главное кредо в жизни, это как можно больше сохранить народные традиции. Потому что было уже много таких моментов, было таких очень много примеров, когда вот бабушка, вот она сегодня споет эту песню, завтра она где-то ее забудет, а послезавтра ее не станет. А в молодежь, даже в семье эта песня, она не приживается, она не переходит иногда. То есть иногда есть, кто перенимает эту традицию, а иногда нет, к сожалению. И вот как бы сохранить крупицы этой народной традиции, для меня, это, наверное, главное в жизни. Олег, расскажите, пожалуйста, три признака, да, если таковые имеются, вот как-то возникнет вопрос в голове, по которым можно узнать белоруса в толпе? Ну, если мы, внешние признаки, да? Ну, допустим. Внешние в том числе. Посмотрите тогда на меня, и вот я вам типичный белорус. Я как раз есть типичный белорус, то есть я светлорусый, голубоглазый, у меня белая кожа, которая не приспособлена к загару, у меня высокий рост. Как раз белорусы славятся своим высоким ростом, статностью своей. Ну, вот это вот типичный белорус, да, это я. Хорошо. Вы что, товарищ белорус? Типичный белорус, типичный. Ваше пожелание своим, одна, как правильно называть-то вас? Суродичем. Суродичем, верно. Спасибо за подсказку. Да и вообще друзьям, коллегам, родным, эфир в вашем распоряжении. Пожалуйста. Шановные сябры, ожидаю вам поспеху в ваших справах, поспеху в праце, здоровья моцного, сибирского. И самое головное, как кажут белорусы, щирого, соправдного каханья. Так, слушайте. Про любовь я поняла. Кстати, в белорусском языке есть два слова. Одно слово люблю, а другое кахаю. И их нельзя путать. Если, допустим, мы говорим о шоколадных конфетах, то я люблю шоколадные конфеты, да, шоколадные цукерки. А если я люблю девушку, то я кахаю девушку. То есть нельзя кахать шоколадные цукерки, на самом деле. Еще мой дед говорил, не кахай ты шоколадные цукерки. Да, да, да. Олег, ну что ж, спасибо огромное за то, что пришли к нам в гости. Спасибо за такую интересную познавательную беседу. Чуточку мы расширили свои, да я уверен, и знания многих радиослушателей касательно белорусской культуры. И я уверен, многие даже не знали, что существует такой замечательный клуб Кривичи. И те люди, в которых белорусская кровь есть, обязательно всем говорю, всех призываю вступить в этот клуб, прийти, посмотреть, насладиться действительно той культурой, которая чуточку в каждом практически из нас есть. Ну и, конечно, братьям белорусам от нас пламенный привет. И передайте, что мы их кахаем, особенно я. Добро, добро, дякую. Спасибо огромное за эфир. Всего вам хорошего и отлично. До побочения.